Привет, меня зовут Денис Годлевский, я скаут ЦСКА, и мы с вами будем разбирать интересные моменты из игр команды. Полноценную атаку проводит ЦСКА, наверняка не будет никуда. Швед здесь спешит, Швед на Уэйра, Каспер на лидерство! ЦСКА Локомотив, первый матч, счет 90-90, 30 секунд до конца игры. Что у нас происходит? Алексей Швед приводит мяч и играет просто хай пик-н-ролл из широкой расстановки. Защита Локомотива играет защиту влево, то есть они отсекают его правую руку и хотят направить его только в левую сторону. Но поскольку пик-н-ролл играется очень высоко, то у Алексея очень много пространства и такая защита, которая не агрессивна, для него достаточно свободно читаема. Итак, Мелютинов разворачивает и устанавливает заслон под нужным углом. Здесь есть очень интересный момент, который важно увидеть в движениях Алексея. Он делает перевод, защитник в момент перевода просто смещается, Алексей делает паузу и потом начинает обострять. И вот на этом переводе и паузе он выигрывает весь эпизод. То есть он начинает идти в проход, Мелютинов падает внутрь, проваливается после заслона. Защитник со слабой стороны берет его по правилам этой защиты и Алексей отдает передачу на периметр, где Каспер один остается и выполняет практически свободный бросок. В чем здесь еще очень интересный нюанс? В том, что считается, что левой рукой длинную передачу достаточно сложно отдать. Но Алексей выпрыгивает и отдает настолько удобный пас, что Каспер только подбирает ноги и просто выполняет очень удобный бросок и, как следствие, его забивает. Второй матч. ЦСКА Локомотив. 77-65. 4 минуты до конца четвертой четверти. С другой стороны, команда-то уступает, и это, наверное, самое тревожное. Никола Мелутинов и Алексей Швет. Локомотив защищается смешанной защитой, используя принципы и зоны, и личной защиты. Интересный момент в том, что при данном виде защиты они хотят не позволить получения мяча на краю. Но поскольку игроки перемещаются определенным образом, это действие после таймаута, Уилл перебегает с одного края на другой, Алексей поднимается из-под кольца наверх, защитники не успевают сыграть за получение. И что происходит? Маколум пытается перехватить мяч. Он, можно так сказать, бросается на перехват и теряет позицию. Это очень важная ошибка, которая оставляет Шведа одного с мячом. Он начинает атаковать, и в момент атаки, естественно, на него выходит другой игрок. И здесь очень интересный прием, который изучают, в принципе, даже в спортшколе, когда игрок выпрыгивает вверх, делая вид, что он будет бросать, а сам отдает передачу внутрь. Этим приемом Алексей очень успешно пользуется. Отдает милитиновый мяч в трехсекундную зону, и в такой позиции, где Никола получает передачу, его уже практически невозможно остановить. Атака завершается броском сверху.